Город Курорта-Напа, дорогие друзья, 25.05.2022 год. Мы находимся возле пляжа Высокий берег и можем увидеть, сколько людей сейчас прогуливается. Смотрите, какая красота у нас творится. Просто фантастические виды. Запасный город, друзья. Вот понимаю, куда две камеры смотрят. Зачем третья камера смотрит на этот куст? Я вот реально не понимаю. Блин, это лишь бы повесить, короче, так что ли получается? Объясните мне, пожалуйста. Подходим к пляжику. И сейчас Вы увидите вообще восхитительную красоту. Сверху те, кто не может спуститься, смотрят. Просто фантастика. Ветер стих и посмотрите, что творится. Ай, чувствую солнышко, лучи. Вот это крутяк. Фантастика. И в ту сторону люди. Везде прям жизнь-жизь-жизь кипит. Пляж «Высокий берег». Пойдемте спустимся. Так, друзья. Посмотрим нас сегодня. Подтвердим наши данные. Вода, кстати, сегодня была 17. Вот разомеряли на этом пляже. Тут пока 16. Просто вау. Полностью все выставлены. Осталось, чтобы только Вы пришли и платили свои денежки за лежаки. Когда он заработает в полной мере, мы обязательно сделаем обзор на него. Потому что здесь были перестроения небольшие. И посмотрим, что изменилось в этом году. Здесь установили в этом году новые лежаки. Новые деревянные стульчики, стульчики. Здесь можно приходить отдыхать. Скамеечки появились, кстати. Красиво. Посидеть на лежаке бесценно и бесплатно в данном времени. Рыбак. И посмотрите, сколько людей пришли созерцать эту красоту. Ох, фантастика. Накат волны, шум прибоя, море и Вы. Сидите, слушайте это все. Ну, только с телефона глазки поднимайте, девочки. А то в телефоне прям все проглядите. Здравствуй, море. Здравствуй, небо. Здравствуй, небо. Не хватает только лебедей, наверное. С этой стороны посмотрели. Ребята, барабульку тут уже поймали. Можете увидеть, что людей становится столько больше. Все подтягиваются, чтобы посмотреть. Температура, кстати, не дает спустить красный флаг и поднять желтый для разрешенного купания. С 18 градусов только разрешается. Бибизона, на которой можно с мягким лежачком, так говорится, познакомиться. И она стоит подороже. Кстати, интересно написано уже, сколько в этом году стоимость Бибизоны или еще нет. Там мыется детская игровая комната, туалет. Ну, то есть, в принципе, пляж полностью оборудован всеми нужными вам средствами. Есть спуски для маломобильных граждан с пандусом в море. Это тоже плюс этому пляжу. Да, смотрите, многие лежаки прям под замену пошли в этом году. Нарезали новое, а то люди жалуются. Говорят, столько лежим на этих деревянных, нам не нравится. И все возмущаются по поводу того, что лежаки стоят близко морю. На самом деле, я перестал возмущаться, когда увидел, сколько здесь привозят щебня на этот пляж. Второе времяпровождение. Это винчик и закат. Все пытаются фоткать, фоткать, фоткать. Красавцы, кстати, потихонечку становятся очень прозрачны. На другом берегу, обратите внимание, сколько рыбаков собралось. Даже рыбаков надо меньше, чем тех, кто наблюдает за рыбаками. С каждой секунды закат становился. Все красивее, красивее. Мегально красиво. Под тучку заходят. Очень волшебный крат. Солнышко все ближе к горизонту. Тучки стоят. Смотрим, что направо. Тоже рыбаки. Барабульки, наверное, сегодня много было. Люди при холоде. Садятся, слушают, в чем прибоем. Вот с каждой секундой, чем ниже солнце опускают, чем меньше солнечных лучей. Красивее, конечно, становится. Но и холодно прям, да, печально. И с этой стороны можете посмотреть, ребята тут отдыхают. Композицию себе делают. До солнечка. Пока, пока, до завтра. Друзья, смотрите вживую. Прям советую. Приезжайте, наслаждайтесь, отдыхайте. Что людей стало меньше после заката. По-моему, они только все вышли. Вот так вот, рыжатки. Ну, все, до следующего видео. Всем пока. Подписывайтесь. Решили перевесить. Но это не точно. Зачем им кусты ходить? Не понятно. Решили перевесить. Решили перевесить. Субтитры сделал DimaTorzok